Десна-ТВ 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 приняли участие в битве хоров. Всероссийский музыкальный фестиваль-конкурс «Поют дети России» прошел в Смоленске. В региональном этапе, организованном музыкальным училищем, приняли участие 26 хоров. Это несколько сотен школьников. В этом году впервые в конкурсе участвовали коллективы из общеобразовательных школ. Наш город представляли воспитанники второй школы. Ребята исполнили две песни и заняли четвертое место. Подходит к концу страстная неделя. В эти дни настоятель храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости. С подарками посетил городские организации. 13 апреля в чистый четверг отец Виталий посетил администрацию нашего города. Вместе с главой они поздравили всех работников с наступающим светлым праздником воскресения Господня. Все собравшиеся в зале совершили совместную молитву. Затем настоятель храма осветил куличи и лично вручил их каждому сотруднику администрации. 14 апреля в страстную пятницу отец Виталий встретился с сотрудниками Десногорской полиции. К ним он также пришел с поздравлениями и подарками. Вместе с настоятелем хранители порядка помолились за здравие и благоденствие своих близких и всех десногорцев. Отец Виталий поблагодарил их за службу на благо Отечества. Освящаются куличи все. Отропение Матери все освященное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Настоятель каждому сотруднику вручил освященный кулич и благословил на дальнейшую службу. В Госдуму внесен законопроект, который позволяет сотрудникам полиции применять огнестрельное оружие при большом скоплении людей. Авторы законопроекта предлагают разрешить стрельбу в толпе с целью предотвращения террористического акта, отражения группового вооруженного нападения и освобождения заложников. Закон уточняет, что государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей. В детском саду «Лесная сказка» апрель посвящен безопасности. Каждую неделю для воспитанников организуется мероприятие на пожарную, экологическую и здоровье, сберегающую тематику. 11 апреля в гости к ребятам приходила пожарный инспектор Анастасия Зуева. Все подробности далее. Анастасия Николаевна пришла в гости к ребятам неспроста. С 10 по 14 апреля в детском саду проходила неделя пожарной безопасности. Инспектор побеседовала с детьми на тему опасности огня. Не первый год Главное управление МЧС России по Смоленской области проводит конкурс «Письмо ветерану пожарной охраны». В этом году он посвящен 125-летию Всероссийского добровольного пожарного общества и празднованию Дня Советской пожарной охраны. Воспитанники детского сада «Лесная сказка» приняли в нем активное участие. Они представили на конкурс порядка 50 работ. Дети в связи с юным возрастом, конечно, не могут рукописно написать письма, но они постарались отразить всю благодарность ветеранам пожарной охраны в виде рисунков. Рисунки достаточно интересные. Это и пожарные машины, и сами пожарные, и причины огня. Все красочные письма Анастасия Николаевна пообещала ребятам передать огнеборцам-ветеранам в преддверии Дня пожарной охраны. Минздрав опроверг информацию российских СМИ о признании полисов обязательного медицинского страхования недействительными у самозанятых и безработных россиян. Конституция Российской Федерации дает гарантию на бесплатную медпомощь абсолютно всем гражданам страны. Все усовершенствования системы ОМС создаются исключительно на этом положении. Постоянно поддерживать ветеранов, окружать их заботой и вниманием, дарить тепло своих сердец – наш гражданский и человеческий долг. 12 апреля ветерана Великой Отечественной войны Николая Кирилловича Тимофеева поздравили с Днем рождения. Поздравить ветерана в его день рождения пришли представители администрации, общественности и военный комиссар города. Со словами благодарности за добросовестное служение Отечеству и пожеланиями здоровья и долголетия обратились они к ветерану. Хожу по военному. Здоровья и все время оставаться в строю таким же бодрым, энергичным, подтянутым. И наши призывники воспринимаются на ваших традициях, на ваших дедов, отцов. Они тоже молодцы и хорошие защитные окончания. С Днем рождения! Николай Кириллович родился в 1923 году в деревне Мытище Ивановской области. Воевал с марта 1942 года по ноябрь 1945 в составе 1065-го зенитного артиллерийского полка в должности командира орудия. Имеет множество наград. На постоянное жительство в Десногорск переехал в 2005-м. Он и сейчас в свои 94 года старается посещать все городские мероприятия. Празднование Великой Победы 9 мая, как обычно, планирует прийти на Курган Славы. 8 активистов-первоклассников из 2-й Десногорской школы вступили в ряды детской областной организации «Юные гагаринцы». Патриотическую работу организация ведет в регионе 19 лет. Посвящение состоялось в Смоленске. В торжественной обстановке ребятам вручили значки и галстуки. А теперь новости спорта. В Смоленске прошел открытый кубок области по бодибилдингу и бодифитнесу. Показать красоту атлетических фигур решили около 50 участников из нескольких районов Смоленщины. На турнир приехали также бодибилдеры из Брянска, Санкт-Петербурга, Орла и Республики Беларусь. Среди участников несколько девушек. Прекрасные спортивные формы они продемонстрировали в номинациях «Бодифитнес» и «Фитнес-бикини». Победители получили путевки для участия в чемпионате России, который пройдет в Краснодаре. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.